путешественница из россии мария ламова мария ламова меня зовут мария не считая походов и выездов на несколько тысяч километров мое первое путешествие случилось вместе с родителями мы всей семьей сели в свой автодом и поехали в европу там посетили 17 стран а длилось это около полутора месяцев тогда мне очень не хватало привычного дома я тогда была вообще не очень-то путешественник еще подумала как люди так много путешествуют в 15 16 лет снова поездка в европу и уже в 17 первое самостоятельное длительное путешествие мария ламова мы такие сидели со знакомыми я ему а поехали в крым и мы поехали он предлагал на байкал но там было уже холодно а вот после того как вернулись я все равно съездил на байкал несмотря на то что холодно большую часть своих путешествий мария совершает автостопом мария ламова сначала это нравилось эмоции общения мы могли составить маршрут а по итогам бесед вдруг ехали совсем иначе какая-то непредсказуемость свобода общение с местными приносит свои положительные плоды они лучше знают что где хорошо а я умею слушать советы самолеты машину друзей где-то поезда и электрички все это было и будет удобство главная положительная черта всех этих способов для них нужны деньги мария ламова по итогу сейчас я посетила уже 28 стран мне нравилось везде где было какое-то положительное общение с местными армения очень запомнилась прекрасная страна по камбоджа проехала лишь по северу люди невероятные а сама страна очень похожа на россию пожалуй армении камбоджа две мои любимые страны но это не значит что другие страны не пришлись по душе эти запали больше гербари бабочки жуки иногда деньги подарки из пути вещи напоминание приятных событиях все это мария привозит из путешествий по ее словам полный рюкзак барахла но того барахла которая память мария ламова я не знакомлюсь с традициями стран специально но возможно с чем-то и знакомилась не знаю с чем мне действительно приходится знакомиться так это с местной кухней я вегетарианец приходится выбирать обожаю тофу но в россии почти его не ем если в азии кусочек стоит 46 рублей то точно такой же у нас стране будет стоить 120 не по карману очень скучаю у каждого пути могут случиться опасности или непредвиденные ситуации да они и случаются обязательно чего планировать в общем мария ламова ехала в китае в пустыне с дальнобойщиками они смотрели bdsm порно было немного страшно но они ни на что такое не намекали не теряйте самообладание пришлось идти пешком однажды 80 километров не физически не морально я к этому готова не было но до сих пор счастлива пребываю в мире у меня украли гитару в китае мою кормилицу на всем пути отобрали точнее очень жаль но такое тоже может быть пусть это расстроило меня но нисколько не уменьшило желание путешествовать родители и родственники конечно беспокоятся но потом по прошествии какого-то времени понимают что мир добрее чем нам говорят об этом в тиви они смотрят интернет общаются с тобой другими путешественниками и вот они уже гордятся своим путешествующим чадом а друзья рады конечно хотя некоторые и не понимают всей этой темы мария ламова сейчас я работаю и учусь заканчиваю 10 11 классы да да я их еще не закончила удивляюсь как родители не пристегнули меня к батарее не заставили доучиться но я им благодарна за это то что позволяют делать свой выбор ну и все таки доучиваясь улыбается страшно представить что возможно я никогда больше не захочу путешествовать я люблю путешествовать и надеюсь у меня случится еще много всяких интересных событий в жизни а и и и и и